О том, как Россия вчера прощалась с Алексеем Навальным, говорим дальше. Бывший советник постоянного представительства Российской Федерации при ООН Борис Бондарев и российский политолог Дмитрий Орешкин присоединяются к нашему эфиру. Борис, Дмитрий, здравствуйте. Добрый день, здравствуйте. Дмитрий, что бы вы могли сказать в свете того, как кремлевские власти препятствовали организации похорон Алексея Навального? Ну, в общем, это зрелище-то страшное было, на мой взгляд, потому что видно, как власть ненавидит этого человека и боится этого человека, и как власть делается все менее человечной. Ну, просто тут уже ведь не какие-то там ценности, ну, просто не по-людски, как они с телом долго играли в прятки, унижали несчастную мать, которая это тело не приезжала, забирать обманывали. Это первое. Второе, конечно, очевидный раскол. Я, честно говоря, не думал, что так много народу придет прощаться. Много. И, конечно, это пришла очень незначительная часть из тех, кто пришел бы, если бы имел техническую возможность и не боялся бы. Многие боятся. Все больше людей боится. Ну, и, конечно, ужасает то, сколько сил потрачено на то, чтобы не допустить, ограничить кладбище, не пустить людей в церковь, заставить священников ускорить процесс максимально. Там вся процедура заняла 20 минут отпевания. И зафиксирован факт давления церковного начальства на священников. Конечно, то, что похоронили на Борисовском кладбище, про которое в Москве-то мало кто знает, на самом деле. А теперь еще и закрыли это кладбище, чтобы туда люди не ходили. Это означает, что власть понимает, насколько это значимый человек. И вот эта игра в прятки с реальностью, она делается все очевиднее. Ну, нельзя Навального назвать по имени. Уже в четырех регионах за упоминание, просто за упоминание имени Навального, написание фамилии Навального, вынесли приговоры как за экстремизм. То есть фамилия человека стала экстремизмом. Ну, это какой-то откат в чудовищное средневековье. И, наверное, все больше людей это понимает. Правда, значительная часть из них боится сказать. Так что для режима, я думаю, это не представляет какой-то серьезной опасности. Вот это увеличение людей, которые поддерживают Навального и не поддерживают Путина. Потому что режим сидит на штыках. В общем-то, все более откровенно сидит на штыках. Для того, чтобы сидеть, ему надо или бренированную подкладку под задницу, или, что лучше, и что пока работает, такую толстую прокладку из свободно конвертируемой валюты, которая пока еще зарабатывается на внешних рынках. Но вот смотрите, сколько идет людей в военной форме. Потому что это действительно опора этого режима. Не вот те люди, которые стоят за забором, они как раз против этого режима. А вот эти люди, которые в форме, которые получают зарплату выше, чем в средней стране, потому что иначе бы их там не было. И вот этих людей делается все больше, их роль делается все влиятельней. А, соответственно, политика страны делается все более милитаризованной и примитивной, солдафонской, фельдфебельской какой-то. Это чудовищная деградация России. И ужас в том, что Россия этого не понимает, не может понять. Потому что психически больной человек не может сам себе поставить диагноз. А даже если у него в редкие минуты просвещения есть подозрение, что у него что-то не в порядке, он сам себя вылечить не может. Это вот процесс, который ведет к смерти. Мучительный для самой страны и для ее окружения, потому что она опасна. Но сам он не излечится. Вот в чем чудовищный вывод из этих похорон. Такой человек, как Навальный, возможно, мог бы что-то изменить в стране. Поэтому его убили, уничтожили, замучили, как угодно это называть. Заморили. И это тоже средневековье. Борис, вот все, что выше перечислил Дмитрий, во что российские власти превратили похороны лидера российской оппозиции, одного из самых видных и знаемых, и значимых российских оппозиционеров. Вот это отпевание за 20 минут по ускоренной процедуре. Невозможность людям попрощаться. Количество силовиков, которые окружали людей, не давали возможности даже подойти. Как люди просили не закрывать крышку гроба в церкви, чтобы положить цветы. Как стояли снайперы на крышах. Как люди просили дать им возможность пройти на кладбище. Могли ли вы себе такое представить, что такое будет в 21 веке в современной России? Конечно, такую ситуацию трудно было представить. Борис, вас плохо слышно. Я говорю, что ситуация, конечно, в России, она всегда отличалась от показуемости. Но такую ситуацию, как с средневековыми признаками, конечно, представить еще лет 10 назад было довольно затруднительно. К сожалению, мы на всех парах селить эту самую архаику, поверье какое-то дикое, самое-самое отъявленное, где спираются только все отстать в темные стороны, а все светлое растапкивается, как-то вытянется, подавляется, растапкивается. В этой связи, конечно, если это так и будет идти, если режим пути будет по-прежнему в безопасности, и хорошо сочетаться, и ожидать каких-то побед, то идти и самое впечатление. Мы попробуем с вами наладить связь, Борис. А пока вопрос вам, Дмитрий. Кремль ничего не сказал по поводу смерти Навального. Не нашел в себе силы для того, чтобы выразить сочувствие, высказать сочувствие, например, его родителям. Как вы думаете, неужели Путину так важно демонстрировать свою бездушность, безумие, жестокость, какой-то звериный оскал? Неужели в Кремле не нашлось хотя бы одного политтехнолога, который бы посоветовал бы ему хотя бы перед выборами притвориться человеком? Видите ли, режим-то авторитарный. Соответственно, он все более и более зависит от настроений одного человека. И у этого человека, с моей точки зрения, я не медик, но, мне кажется, можно говорить о политической паранойи. Я не психиатр, это не моя профессия. Но то, что он делает, оно иррационально, и ведет во вред для страны, для его среды обитания. Он разрушает не только Украину, окружение, но он разрушает свою среду обитания, по-видимому, не отдавая себе в этом отчета. Он не может, он не может никого простить. Он не может, когда кто-то покушается на его власть. Вот есть вещи, которые он психологически, по-видимому, не способен осознать. Он не способен осознать, что кроме него могут быть люди, которые руководят этой страной лучше, эффективнее для народа, для страны. Я уж не говорю про окружение. Нет. Это человек, который отравлен властью. Он любую попытку сменить его при власти воспринимает как покушение на себя, на свое существо, на свое естество. И то, что мы сейчас видим, это естество Путина, которое из него прет. Вот эта вот агрессия, злопамятность, мелкотравчатость. Вот он, наверное, даже не понимает, как это отвратительно выглядит у человека, который не то, чтобы даже христианин, каким себя постулирует Путин. Ну, просто человек, у которого в голове есть признаки той культуры, которую христианская цивилизация в Европе строила в течение двух тысяч лет. Ну, он себя называет армальным. И, наверное, в это верит христианином. Он там строит огромное количество церквей по стране. У него там огромное количество прирученных попов, которые выполняют идеологическую задачу. Но это все работает только для того, чтобы укреплять его власть. Вот как Лукашенко не в силах оторваться от власти, так и Путин не в силах. И вы говорите, неужели нет политтехнолога ни одного? Да есть, конечно, но они боятся. Потому что стоит сказать Путину, что вот это делать не надо, а лучше бы делать так, для вас же полезней. Если это совпадает с его внутренними настроениями, то он начнет тебя считать или агентом вражеским, или предателем, или врагом. Поэтому, ну да, и те люди, которые занимаются экономикой, они понимают, что ничем хорошим это не кончится. Те люди, которые занимаются даже войной, даже войной, они понимают, что то, как Путин ведет эту войну, это путь к катастрофе. Ну, вспомните того же Пригожина, который, ну, никоим мере не назовешь приличным человеком, или там российским патриотом, ну, вернее, наверное, он себя так воспринимал. Но даже он понимал, что то, что делает с Томера, не знаю, как это назвать, коррупции, глупости, некомпетентности, чего угодно еще, которые проявляют российская армия, она чудовищно разрушает эту же российскую армию. Кончилась попыткой вооруженного мятежа, как сам Путин сказал. Так вот, он неадекватен. Понимаете, это, наверное, странно звучит, потому что он производит нормальные впечатления, не путается в показаниях, реакции в рыбе нормальные, но у него глубоко внутри есть какая-то ущербность, это мелкавчатая злопамятность, попытка мстительности. Ну, это производит нездоровые впечатления. Но ему же это не объяснишь. Да, это видно только со стороны. Украинцы, например, это очень четко чувствуют, ну, фактически ежедневно. Борис, к вам вопрос. Мы еще хотим поговорить о последствиях того, что сделал режим Путина с Навальным. Европарламент принял резолюцию в связи со смертью Алексея Навального. В документе говорится, что президент России Владимир Путин должен ответить за убийство оппозиционера в колонии. Что стоит за этой резолюцией? Как на практике она может выглядеть? Как Путин должен ответить? И как он понесет наказание? Привлекут ли его к ответственности за смерть Навального? Во-первых, Европарламент должен был как-то среагировать на смерть Навального, на его гибель в колонии. И, конечно, они должны были выпустить какую-то резолюцию. Они это сделали. Резолюции Европарламента, как мы понимаем, носят рекомендательный характер. Они не обязательны для выполнения. Считается, что государства, члены Евросоюза должны как-то их выполнять в какой-то степени. Да, там возложена ответственность за смерть Навального на Путина. Прописаны разные интересные мысли. Но в целом это все достаточно обтекаемо. В целом там нет никакой конкретики. И все это оставляется на усмотрение государств, членов Евросоюза, как именно они должны выполнять эту резолюцию, если они посчитают нужным. И здесь возникает вопрос, насколько это в их интересах. И как, собственно, Путин может быть привлечен к ответственности. Напомню, что уже на него вообще-то выдан ордер на арест по обвинению преступления, хоть в человечестве, уже в прошлом году, если я ошибаюсь, международным уголовным судом. И как бы здесь можно ожидать нового какого-то такого развития событий. Возможно. Однако, опять же, надо понимать, что никакой европейский суд не выдаст просто так ордер на арест или еще на какие-то действия, если не будет каких-то документальных подтверждений. Это обвинение пока таких документальных подтверждений, что Навальный был убит по приказу Путина. Но пока еще нет. Возможно, его команда Алексея Навального представит какие-то доказательства. И хотя бы основания. Но в целом говорить о том, что Путин должен принести ответственность, это, конечно, хорошо, это правильно, человечески, с моральной точки зрения. Но как это сделать, извините меня, юридически и по факту? Это вопрос. Потому что как и заставить Путина отвечать за его преступления, как заставить Путина платить за его агрессию против Украины и преступления против российского народа в том числе? Ну, понимаете, это все вопросы политики. Европарламент здесь может издать кучу резолюций, но они так и останутся резолюциями. А в ответ Путина может привлечь ответственность, только если он лишится власти. Конечно, потому что пока он при власти, пока он бряцать ядерным оружием, но какую ответственность он может потереть. Причем только либо о его смещении изнутри, либо в результате поражения на войне, либо еще каких-то внутренних пертурбаций. Но в целом пока что эти все европейские заявления, такая информационная война, прежде всего это попытка укрепить общественное мнение внутри страны, внутри Европы, потому что мы видим, что Европа чем дальше, тем менее она однородна в отношении войны, к сожалению. Попытка продавить тех, кто сомневается. Но в целом посмотрим, когда еще будут развивать события. На самом деле эта резолюция, на мой взгляд, пока что не сильно более влиятельна, чем, допустим, попытки российской пропаганды. А как вы думаете, в целом мировые лидеры достаточно ли отреагировали и на смерть Навального, и на то, как с ним прощались? В принципе, по-моему, практически все высказали, сделали заявление, написали в соцсетях, послы их приняли участие в прощании, принесли цветы и венки. То есть на таком дипломатическом уровне протокольном реакция была вполне нормальная. Но, опять же, давайте смотреть достаточно трезво, все-таки ожидать, что от смерти Алексея Навального западные страны как-то резко вдруг изменят свою политику по отношению к России, и, например, скажут, ну все, это последняя чаша, и мы сейчас поставим в Украину все, что у нас есть. И атакамсы, и F-16, и F-15, и F-35, и подводные лодки, и все что угодно. Ну, конечно, нет, потому что все-таки смерть России Навального, смерть политически заключенного России, и она идет на фоне того, что уже третий год идет война в Европе. И, конечно, европейские и западные лидеры, они в первую очередь смотрят на войну, а гибель Алексея, это, наверное, для них просто одно из подтверждений того, с кем они имеют дело. И если они окончательно откажутся от своих иллюзий в сторону того, что вот с Путиным можно все-таки иметь дело, что он когда-нибудь одумается, что можно будет вернуться к бизнес-из-южуал и так далее, потому что у некоторых европейских лидеров, мне кажется, такие иллюзии еще есть. Если эта смерть поможет от них избавиться, это будет, значит, не напрасно. Посмотрим. Дмитрий, Юлия Навальная, жена Алексея, заявила после его смерти о том, что продолжит дело мужа. Как вы считаете, может ли она стать лицом, лидером российской оппозиции? Возможно, уже стала. Возможно, и так уже воспринимают. Ну, видите ли, я вообще скептически отношусь к такому понятию, как оппозиция в России, потому что оппозиция – это роскошь, которую надо заслужить. Оппозиция – это то, что существует в легальном поле. Оппозиция – ее величество. По-моему, Лунин так писал, декабрист, что здесь я сижу в Сибири, а в Англии я был бы членом парламентской оппозиции и его величества. Разная политическая культура. Россия, путинская Россия, такого понятия, как оппозиция, не заслуживает, потому что оппозиция – это то, что защищает тебя институтами, то, что защищается институтами права. Значит, можно организовать политическую партию, можно издавать свою газету, можно работать в политическом пространстве, можно участвовать в честных выборах, конкурировать. Всего этого в России нет, поэтому оппозиция, так же, как и вся страна, деградирует до советского состояния. Она превращается в диссидентуру. Другое дело, что ее стало в тысячу раз больше, чем в советские времена вот этих борцов с режимом. Я с большим уважением к ним отношусь. Я чисто технологически пытаюсь объяснить, что это не совсем оппозиция. Лицом протеста Юлия уже стала. Вопрос, что она может организовать. Она же не может перехватить власть, потому что она не может победить на выборах. На выборах мог бы победить Навальный, поэтому его убили. На выборах мог бы победить Борис Немцов, поэтому его убили. На выборах мог бы сыграть какую-то роль Ходорковский, Каспаров, кто-то еще, поэтому их изгнали. Ну и мне кажется очевидным, что Юлия может, как и Тихановская, стать символом, лицом протестных движений. Она яркая, умная. Я немного с ней общался, но общался. Она очень хорошо понимает устройство своей страны. Она очень сильная. Поскольку умная, она держалась в тени Алексея, потому что понимает, что страна России маскулинизированная и довольно примитивная. Женщин в политике не очень любят. Вот вспомните, ну те, кто старше, помнят, как раздражала советскую и российскую общественность Раиса Максимовна Горбачева. Вот просто невероятная вызывала ненависть. Сильнее, чем сам Горбачев. Потому что нарушала эти правила. Юля эти правила не нарушала. Она держалась в тени. Сейчас ее объективные обстоятельства вытащили. У нее есть для этого весь потенциал. Но как она ее реализует, этот потенциал, это мы с вами гадать не можем. Увидим. Это совершенно новая для нее сфера деятельности, которая требует жесткости, которая требует политического навыка. Мы не знаем, насколько она жесткая. Мы не знаем, насколько она властна. А для того, чтобы заниматься политикой, надо иметь тяготение к власти. Иначе просто это очень тяжело физически на нагрузку такую нести. Вот Путин легко направляет людей на смерть и разрушает соседские страны и народы, убивает свою страну. И спит спокойно по ночам, по-видимому. Потому что у него так устроена психология, что все, что он делает, все замечательно. А Навальный тоже был прирожденный лидер. Вот это у него не отнимешь. Он очень... Входишь в комнату и видишь сразу, кто там главный. И он это не добивался каким-то средством. Это было просто органично для него. Юлия придет себя поставить таким образом, как сильного лидера. Потому что Россия может реагировать только на сильных лидеров. У нее большое преимущество, что она может стать лицом женской политики. Мужская политика, традиционно мужская, вот эта мускулинизированная политика, она привела страну в тупик. Потому что вот это как раз путинский стиль. С голым торсом, ездить верхом на медведя, это не стиль Навального, тем более это не стиль Юлии Навального. Это стиль Путина. Вы знаете, Дмитрий, прошу прощения, но представляется, что это уже давным-давно не стиль в любой современной демократической стране. Потому что прошли эти периоды в истории, когда вот то, о чем вы говорите, с голым торсом на медведя, это свидетельствовало бы о сильном лидере. Спасибо вам большое. С Борисом Бондаревым и Дмитрием Орешкиным говорили о том, как Россия прощалась вчера с Алексеем Навальным. Продолжение следует...